Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучать трудные места Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос по книге «Исход». Если Бог ожесточил сердце фараона, можно ли обвинять в этом самого фараона? В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что в Исход 4.21 говорится, это слова Бога, «Я ожесточу сердце его фараона, и он не отпустит народа». И возникает резонный вопрос. Но если Бог ожесточил сердце фараона, то на фараона нельзя же взваливать нравственную ответственность за то, что он поступал в соответствии с тем ожесточением его сердца, которое попустил ему Бог. Вопрос достаточно сложный. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что Бог уже предсказал, что еврейский народ будет в угнетении и в порабощении. А если плюс сказано, что Бог ожесточит сердце фараона, ожесточил его сердце, причем не один раз, а почему же наказывать надо Египет и фараона? Во-первых, Бог не говорил, что вас будут умершлять в Египте. Он говорил, вас будут порабощать и угнетать. То есть, если Бог и попустил что-то евреям в Египте, то это порабощение и угнетение, но никак он не давал никакую санкцию на умершвление еврейских младенцев, мальчиков. И фараон, он имел свободную волю. Он ее не потерял. А как же тогда понять слова Бога, что он говорит, я ожесточу его сердце? Надо обратить внимание на следующее. Исход, 7 глава, 13 стих. Исход, 8 глава, 15 стих. Исход, 8 глава, 32 стих. Здесь говорится, что фараон сам ожесточил свое сердце. И это он делал раньше того, как Господь оставил его один на один с его ожесточенным сердцем, как бы усилив его заблуждение. И только исход 9, 12, 10, 1, 10, 20, 10, 27 говорится, да, вот Господь ему ожесточил сердце. После того, как он превратил вот это ожесточение в некий свой выбор, по сути дела, Господь его оставил один на один с той злостью, которой она была в его сердце. И мы читаем. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, то есть сам фараон, и не послушал их, то есть Моисея и Аарона, как и говорил, то есть как и предсказал Господь. Это исход 8, 15. А вот что пишет блаженный Августин. Это его работа о благодати и свободной воле. «Не отнимайте у фараона свободного суждения, только потому, что Бог во многих местах говорит, я ожесточил фараона, ожесточил или ожесточу сердце фараона». Из этого не следует, что сам фараон не ожесточил своего сердца. Ведь о нем написано в Писании, когда египтяне были избавлены от мух «Бог и ожесточил сердце свое». Исход 8, 15. И в то время не захотел отпустить народ, поэтому и Бог ожесточил по справедливому суждению, а сам фараон по свободному волеизъявлению. Таким образом, никакого противоречия в этом случае нет. Иногда Господь как бы оставляет человека один на один с его окончательным выбором, чтобы человек сам убедился в неправильности своего собственного и свободного решения. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя в это сложное время. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.